Вячеслава Фетисова В этом турнире соревновались самые юные участники в двух возрастных группах. Младшие выступали спортсмены до 11 лет. В старшей группе соревновались фигуристы, которым уже исполнилось 13 лет. Эти ребята хорошо знают, что такое луц и бельман. Меня сюда отвели в 2 года и 8 месяцев бабушка и дедушка. Ну, а потом они думали, что я просто занимаюсь для себя, но мне самой понравилось. Я хочу добиваться хороших успехов. Я смотрю, как выступают взрослые фигуристы. Патрик Чан, Юлия Левницкая, Аделина Сотникова и многие другие. Недавним успехом Полины Цурской, финалистки юношеской олимпиады, радовалась вся Россия. А Омская область особенно. Ведь свои первые шаги на лед юная олимпийская чемпионка сделала именно во дворце имени Вячеслава Фетисова. И теперь на нее хотят равняться многие начинающие фигуристы. Полина Цурская, она тоже занималась раньше с датяной линией, сейчас она тренируется в Москве. Она добивается хороших успехов. В очередной раз турнир выявил сильнейших фигуристов и дал старт к участию на первенство страны. Несмотря на серьезную конкурентную борьбу, как и ожидалось, омские спортсмены заняли почти весь педестал. Первое место у мальчиков занял новосибирский спортсмен Николай Угожаев. А в остальных группах лучшими были признаны амичи. Мария Шевелева, Лех Циханович и Диана Князева вышли в финал первенства России, который состоится с 3 по 7 марта в Казани. Редактор субтитров А.Семкин